По сравнению с летним прогнозом, Минфин уменьшил рост экономики с 2 до 1,7%. Год назад специалисты были еще более оптимистичны. Пессимизм финансистов вызван развитием экономики соседей. Влияет российский экономический кризис и долгое восстановление экономики и скандинавских соседей, на которые мы тесно завязаны. Однако, если по всей Европе у предпринимателей растет чувство уверенности, а у потребителей стабильности, то в Эстонии наоборот. Прогноз не рисует нам каких-то больших денег в будущем. Надо же учитывать, что рост экономики будет, но не будет в таком уровне, как мы ожидали весной. Рост средней зарплаты будет 4,5%, но не будет в таком уровне, как мы ожидали, 0,3% меньше. Это значит того, что мы должны учитывать, что во время переговоров в кабинете правительства насчет бюджета мы должны быть конструктивными. Только в 2018-19 годах можно ожидать стабильного роста экономики в пределах 3%. Пока же для среднестатистического рядового потребителя ситуация в будущем году станет хуже. В следующем году средняя зарплата все же будет расти, предположительно на 4,5%, а не на 4,8%, как планировалось. А вот рост цен ожидается к концу уже этого года. В совокупности эти два фактора приведут к ухудшению общей ситуации в стране. Сейчас экономика росла за счет внутреннего спроса. В будущем году стоит больше рассчитывать на росты экспорта. В Минфине рассчитывает, что упоминавшееся чувство уверенности европейских бизнесменов распространится и на наш предпринимательский сектор. В кабинете министов начиная с августа ведутся активные переговоры по верстке бюджета. Сейчас они могут перейти в более конкретную фазу. Во главу угла поставлены приоритеты, закрепленные в коалиционном договоре. Стабильное финансирование оборонного ведомства, семейные пособия. В соответствии с законом будут индексированы и пенсионные выплаты. Бюджет 2016 года будет с небольшим дефицитом, а далее выйдет в профицит. Это означает, что новых займов брать не будут, а по старым расплатятся. Скоро эта относительно позитивная перспектива будет оформлена в документ. Легко предположить, что споры возникнут и внутри коалиции. Однако парламентская оппозиция уже предупредила, что готовится к очень жестким дискуссиям именно по поводу бюджета 2016. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.